Между тем, стоит поговорить о брендах Якутии. Самые известные это алмазы в глубоких недрах, стремящиеся к небу Ленские столбы. Также это мамонты, которых в целости сохранила вечная мерзлота. Именно такой знают Якутию во всем мире. Это и считается самым известным брендом республики. Наш корреспондент Александра Охлопкова постаралась найти новые направления, которые уже сегодня могут выйти на мировой рынок и стать новым брендом республики. Если холод просто можно почувствовать, то сейчас стало возможным и попробовать на вкус. Этчу, так и хочется сказать, что означает с якутского холодно. Кстати, это мороженое так и называется. Этчу начали делать с весны, уже появилось 20 видов и все из местных натуральных ингредиентов. Кстати, сегодня выходит новый вид из якутской прусники. Мы специально искали такие технологии, такие рецептуры, чтобы мы могли использовать только товары наших местных производителей. Якутия известна рекордно низкими температурами и изготовители мороженого решили продавать этот холод. Планы грандиозные, что мороженое Этчу сразу смело может претендовать на звание якутского бренда. Это наша цель. Основная цель – это в другие регионы поставлять холод Якутии в другие регионы. Сейчас ведут разговоры с Китаем, а также с Питером и Москва. Помимо холода Якутия еще с сарских времен славилась качественной пушниной. Шкуры соболя, песца или лисы богато украшали наряды знати. А сейчас практически весь местный мех продается на внутреннем рынке. Тем более сейчас иметь соболиную шубу или песцовое манто стало статусным. Да и тенденция моды диктует свои правила. Якутские соболи и вообще якутские меха, конечно, они очень ценятся, потому что у нас очень холодная зима, и наши зверушки, готовясь к таким холодам, у них очень такая густая шерсть. Есть поставщики с улусов. Сезон как раз хороший, когда по качеству шкурки – декабрь, январь, февраль. Наши шубки даже сейчас гуляют в Москве, в Санкт-Петербурге. Продолжая тему мехов, отметим, что в Якутии не все ниши заняты в этой сфере. В других странах переработка шерсти овцебыков – довольно прибыльное дело. У нас в республике этим пока еще никто не занимается. На самом деле шерсть этих животных имеет коммерческое значение. Пряжа из-под шерстка овцебыков оценивается от 40 до 80 долларов за унцию. Пух действительно очень длинный. Длиннее в два раза, чем пух ангорской козы. И тоньше в два раза, чем этот же пух. Если заняться этим делом, скажем, в тундровых районах, это же, кроме того, что это просто пух, это еще и новые рабочие места. Еще один бренд – это якутская рыба. Северная рыба удивительна на вкус. Многие виды не встречаются нигде в мире. Кроме того, якутская рыба является одним из самых экологически чистых и безопасных продуктов, поскольку обитает в природном заповеднике в чистых и холодных водах. Продвижением экологически чистой продукции, а именно рыбы, решил заняться наш известный земляк Эдик Якут. И это действительно стало сплетением двух брендов, ведь имя Эдика Якута многим известно. О своем стартапе Эдуард опубликовал в соцсети. Девочки! Девочки, вы готовы? Всех посмотрите? О, вот мои красавицы! Это чьи? В Якутии! Бренд – это не просто визуальный символ, это целая мифология, короткая история о регионе и его жителях. А между тем, он должен служить инструментом для повышения качества жизни, способствовать росту производственных и экспортных способностей региона. Действительно, если мы несколько лет назад ломали голову, что же может стать брендом Якутии, то сейчас рынок сам подсказывает. Любое, начиная с хорошей историей и продуманным маркетингом, может принести прибыль и положительно влиять на имидж республики. Александра Хлопкова, Гавел Дичков, Якутия. День за днем.